Моя родина Сибирь необъятно велика, как жених, так и богатырь, а как невеста, так и ягодка. Так, здравствуйте, друзья. Сегодня, кажется, 9 или 10 октября. Еще вроде бы не осень, еще не все, не все, весь лист облетел, но уже пообещали морозы и снег. Возможно, временно. Пойдет несколько дней, снова будет плюс. Но самое время показать очередное весть из полей. Помните, была такая рубрика в советское время? Весть из полей, весть из полей такие. Я сейчас собирал деревья, половина паданка, недавно упали, потому что у меня постоянно их собирает. Вот, половина прямо из дерева. Почему? Мне нужен отчет, какие сорта довисели до зимы. У нас такая хитрость. Я видел, что в разных справочниках, я помню сорт Жигулевская, моя любимая, да? Ой, тут его нету. Эх, не дошел я до Жигулевская, там еще валяется. Ну ладно, Жигулевская темно-бордовая, до 300 грамм. Зимняя. Открывает другой справочник, осенняя. Потом я пытался эту загадку решить, и как я ее решал? Ага, у нас зима начинается рано, а где-то начинается позже. Там он надозревает, перезревает, попадает в ранг осенних. А я был, когда у Байковой в гостях, это я называю суперсадовод, на тот момент директор Государственной испытательной научной станции, и она в апреле месяце мне доставала ее мужа, Царство Небесное Александр. Так, прошу прощения. Григорий, фильм снимаю, говори быстрее. Не, дорого, не потяну. Ладно, извини, в этот момент идет прям съемка. Так, дальше, зачем мы остановились. Итак, если у нас лето короткое, снимаю Жигулевское, вот, перед самой зимой, и тогда получается, что у нас оно зимнее, а где-то в южных районах, помню, в Ростовской области, оно называлось осеннее. Поняли, в чем еще дело. А вопрос идет о хранении. Итак, Байкова меня угощала в апреле месяце с погреба. Твердое, как камень. Но, жаль, что я не догадался. Ну, давайте все, кроме Жигулевского. Что мы имеем сейчас? Значит так. Два, две разновидности, это, значит, в данном случае розмарин. Он вот так выглядит. Розмарин, а его однофамилис, вот так выглядит. Видите? Вот так. Значит, этот прививал Железов Сергея, я уже рассказывал, получил. А это у меня из посылки розмарин. Что мы имеем? Или это розмарин, или это. Но мы это уже проходили. Главное, в данный момент, тема зима. Зима, зима. То есть, какие сорта можно хранить, они твердые, как камень, и действительно их можно еще хранить. До веселья. Это прямо с дерева снимал. Так. Наиболее красивое здесь, это печерки тайка. Это наш великий Мичурин. Это способ изобрел. Вот он так выглядит. Попадаются и вот такие. У них главное достоинство, это вот такой вот. Легко отличить. Вот видите, какой у него такой сморченный нос. Посмотрели. Так. Вот это вот. Ну, в данном случае здесь 300 грамм. Самое крупное у меня висели до 500 грамм. А с моего черенка вырастил мощнейшее дерево. Чернобаев. Мерили. Ну, какое достали, я взвесил 540 грамм. Но попадались еще крупнее у него там. Мы до них не дотянулись, когда мне был интерес к этому. Вот. Вроде бы, Golden Delishes приезжает. Курдюму угощаю. Нет, не Golden. Ну, ему виднее. Пусть это будет не Golden. Но зимние, легкие, вкусные. Очень крупные. И морозостойкие. То есть, ни одной подморшевички до все годы. Так. Это у меня последнее веселье. Я уже потряс дерево. После этого все равно замерзнет. Мороз ударит. Значит. Это колоновидное яблоня. Баргузин. Вот. Она не совсем окрашена. Бывает чисто красная. Баргузин. Вот. Есть люди, которым она очень нравится. Я всегда считал, что средний курс такой. Середнячок. Нет. Людям нравится. Мне это тоже нравится, что людям нравится. Так. Что тут еще есть на столе? Сейчас. Я вспомню, я там собирался с разных деревьев. Вот. Ну, случается и такое. Сорт, не знаю, бирка потерянная. Яблоки вкуснейшие. Некрупные, средненькие. Вот. Ну, и еще. Антоновки, Антоновки, Антоновки. Итак. Антоновка 400-граммовая. Она сейчас не тянет. Ну, год такой. А бывали яблоки крупнее вот этих вот. У них по соседству растут. Вот это вот. Голден Берр, сейчас якобы Голден. А вот это значит Антоновка. 400-граммовая. В данном случае она только наполовину тянет на такое живучее название. Ну, и простая Антоновка. Она так и называется обыкновенно. Вот такая. Значит, замечание по Антоновке я получил, когда снимал прошлый фильм. Вот так вот сделаем, чтобы хоть видно было. Антоновка. Ну, можете на меня взглянуть. Вот это. Наглая морда. И вот у меня человек, который... Один из тех комментариев, знаете, подфильмами. Значит, он мне так написал. Вот. Ну, с таким легким, таким пренебрежением. С легким-легким. Мол, настоящая Антоновка, это не то, что вы показывали. И вот она должна быть ароматная, она должна быть такая вкусная. Ну, что сказать. Аромат, наш сибирский вариант неплох. Аромат у наших великолепный. Особенно, когда в погребе лежит, там прям буквально праздничная атмосфера, яблочная. Вот. Ну, что человек хотел сказать этим? Тем, что у вас неправильный Антонов. Ну, какая есть, такая есть. За что купил, за то продаю. Вот. Саженые семечки я отказался. То есть я раздал. У меня было там 5-10 ведер. Я говорю, собирай, собирай. Ну, и собрали. Вот. Я мог ее дозарить и семечки вам продать. Отказываюсь, боюсь. Повторяю ту же самую сентенцию. Мичурин вырастил из семечка Антоновку, оказался дичок. Тогда он подошел к маточному дереву, оно привито на дичок. И он понял, что дичок испортил культурный сорт Антоновка. То есть семечки брать из культурных Антоновок бесполезно. Это его мнение. Я не проверял, не пробовал. У меня будут, вот которая здесь распространенная. Вот это вот, да. Бельфера, в ней много. Часть лежит сейчас на балконе и подгнивает, подгнивает. Ну, то есть переспевает и начинает вот так гнить, смотрите. И вот когда она наполненно сгнивает, тогда я с нее семечки беру и вам продаю. Почему? Потому что многие надеются на чудо, что да, привито на Сибирке, и это привито на Сибирку. Но тем не менее, надеются, что будет довольно культурный сорт. Что я могу обещать? Что дичок не будет. Скорее всего, вот это мое мнение, потому что есть определенный опыт, наблюдение и сотни-сотни писем. Результат, общее мнение. Скорее всего, вот если это бельфер-китайка, то с нее вырастет вот с такими плодами будет. Я специально взял, знаете, почему я это маленькое яблочко взял? А это тоже бельфер-китайка. Вот, ну, для сравнения. Вот такое посадили семечко, через 5-7 лет заплодоносило, и у вас будут вот такие яблочки. Вы будете сильно ругаться? Ведь у нее одно из их качеств, невероятная морозостойкость. А если она привита, я же повторяю, на сибирку. Частично она может, сибирка, повлиять, получить такое яблочко. Вкус будет немножко с кислинкой. Но главное, хоть на северный полюс-то, ладно, не надо, но при полярных округах она может расти. Почему? Качество сибирки, морозостойкость, заложено здесь. Иначе бы, внимание, одеваю на себя. Да, иначе бы, иначе бы, это бы ничего не росло в Сибири. Но это яблонь. Но вы понимаете, что у меня 40 лет растет вот этот вот абрикос. Вот скажите, видите, вот он, патриарх. Конечно, не такой уж у нее грандиозный вид, потому что он листья потерял половину. Он был все время мной изувечен, было дело. Но 40 лет прожил, прожил на свете. Дальше приезжало ко мне, это я уже про морозостойкость, да? Как морозостойкость? Ведь у меня же все абрикосы на него привиты, знаете, вначале косточки манджурца, а потом прививка, и вот это вот все, вон они культурные. Вон они, вон они, вон они, вон они, вон они, вон они, вот они, вот они. Видите? Видите? Вот. Не вставая с этого, со скамейки, ноги болят. Вон они, вон еще. Вот. Вон он, дар небес. За этой самой, зеленеется, желтеется. Так вот, к чему я говорю? Значит, влияние подвое. Проходит время, ничего не замерзает. Как? Гены культурных абрикосов, гены манджурца. Вот. Видите, гибридации не существует, не существует. Асад существует. Вот так. Яблони уже, казалось бы. Единственная беда в том, что у нас, это, пошла эпидемия. Как я сохранил вот это вот? Ой, это отдельный разговор. Давайте, у меня пока каждый понедельник вебинар. Вебинар был седьмого, значит, плюс семь. Четырнадцатого будет вебинар. Там и поговорим. Так. Вот это мышелова, вот эта вот кошка должна научить вот этих котят. Вот. Зимой я их редко кормлю. Ловить мышей. Иначе и саду плохо, и им плохо. Спасибо. Иначе и саду получилось. Иначе и саду возрастают.